Так, сегодня презентация очень интересной книги, которую я приобрел 8 лет назад в Лондоне в книжном магазине при высшей школе экономики Лондона, там где учился Абдуло. Там была небольшая конференция, в которой участвовал. После нее я пошел в магазин и приобрел эту книгу. Прошло 8 лет, и вот я смог ее прочитать до конца. И, конечно же, основной причиной подытожить эту книгу была все-таки сегодняшняя презентация. Быстрее закончить и в какой-то степени пересказать те самые основные концепции и идеи, которые левантны и актуальны не только для нашего общества, но и для многих стран, региона и мира в целом. Книга называется «Развитие как свобода». «Развитие как свобода». Хорошо, что мы понимаем под понятием «развитие»? Можете сказать, коллеги? «Развитие». Что из себя представляет развитие? Ассоциации первых, что в голову приходит? «Не бойтесь, габзан, идите габничка с шмурак, хафанамикина». «Идти вперед, развитие, окей, чего-то». «Рост, какой-то рост, идет о росте, что еще?» «Если речь идет о государстве». «Улучшение». «Улучшение, да? Какое? Политическое, экономическое, социальное?» «Экономическое. Окей, окей, как мы понимаем. «Фридом», «свобода». Как мы понимаем свободу? Учитывая то, что мы живем в относительно свободном государстве, обществе, как мы понимаем свободу? «Хорошо, здесь подсказка. Возможность выбирать, да, и строить свою жизнь так, как ты желаешь сам. Окей? Каблост. Фридом. В книге описывается, в книге есть своя позиция определенная, потому что развитие не может быть одноразовым или каким-то стандартным подходом к развитию общества, государства и так далее. Соответственно, в этой книге есть своя позиция. Говорят, ребят, свобода или свободы – это основной принцип развития любого общества. То есть, конечная цель, по словам автора, конечная цель – да, мы хотим абсолютную свободу и так далее и тому подобное. Да, конечная цель. Но для достижения этой цели есть определенные вещи, где требуются основные свободы в обществе, в стране, которые приводят к этой цели. Окей? Это не только цель стать свободнее, но и механизмы в социуме или в обществе, где, по сути, должны быть определенные свободы, которые приведут к той, конечно, цели, которая необходима для всеобщего развития и так далее и тому подобное. То есть, это позиция автора. Автор нам говорит то, что сегодня существует такое понятие, как бедность. Окей? Есть такое понятие, что сегодня в 21 веке, учитывая технологический прогресс, глобализацию и так далее и тому подобное, то, что мы становимся более связаны между собой, то есть наши разные государства, региона, допустим, континентов и так далее и тому подобное. Но, учитывая этот факт, все равно очень много бедных людей в мире, людей, которые не доедают, людей, у которых нет основных вещей для того, чтобы вести нормальный человеческий образ жизни. Окей, что такое бедность? Может, дайте мне определение бедности? Что из себя представляет бедность? Недоедание. Окей, недоедание. Первое. Не жить, а доживать. Не жить, а доживать. Неудовлетворение основных потребностей. Неудовлетворение основных потребностей. Бо чеаст. Сино. Ячьи бугумада. Ячьи. Нищета. Окей, чеаст бугум, пушока, хурока и так далее и тому подобное. Не хватает этого. Автор нам говорит, ребят, на самом деле мы очень долгое время бросали все свои ресурсы, свое время, академическое, идеологическое, политическое, чтобы увеличить доходность населения. То есть на душу населения увеличится эту доходность. То есть увеличивать производственные мощности. Нас будут снимать, классно. Мубань, да? Производственные мощности и обогащать, другими словами, людей. Автор нам говорит, ребят, это старая школа. Сегодня, допустим, в Соединенных Штатах это очень богатое, очень влиятельное государство. Но невзирая на это, если посчитать на душу населения, в год человек получает 20, 30 или 40 тысяч долларов. В среднем. Все богатство страны делим на население. Но почему-то есть серьезные социальные проблемы, где есть люди, которые могут не доедать, или люди, которые не живут долго. У тех людей, у кого нет достаточно, скажем, грубо, доступа к хорошему здравоохранению, финансовым каким-то инструментам и так далее и тому подобное. Сегодня в современном и богатом мире, мы не говорим о каких-то африканских или азиатских странах, Соответственно, позиция автора такова, что бедность – это лишение возможности выбирать, как вы желаете выстраивать свою жизнь. Это не просто дать вам тысячу соммуник ежемесячно, а это именно те свободы или ваше право уметь использовать их рационально и так, как вы хотите. Понимаете? То есть, по сути же, можно нанять человека, эксплуатировать, но при этом этот человек будет жить довольно-таки хорошо с точки зрения материи. Материально человек будет относительно комфортно, но он или она не может себя в полной мере реализовать. То есть, учитывая несвободы в своем выборе, то есть я хочу жить вот так или сяк, я хочу выбирать какую-то профессию, я хочу, чтобы у меня так же, как у всех, был хороший доступ к обычному здравоохранению, какой-то социальной подушке, нормального человеческого отношения в обществе, между собой. Вот в этом социуме, потому что мы с другими общаемся, мы садимся в маршрутку, мы передаем деньги, ля-ля-ля-ля. То есть, есть такие понятия, как безопасность и так далее и тому подобное. То есть, в эту категорию несвобод можно внести и доступ к определенным вещам, которые также в совокупности улучшают те свободы и позволяют одному человеку или группе людей достигать более масштабные экономические или социальные цели. Окей, мы сказали, бедность – это не просто недоедание, это не просто нищета или то, что мы не можем найти одежду или что-то съесть, или какой-то определенный доход. Бедность – это лишение определенных возможностей свобод для достижения тех целей, которые важны для вас, для каждого человека. Очень интересно, я натолкнулся на высказывание уважаемого человека, англичана, философа, по-моему, 19-го века, Берта Тарасова. Что он нам говорит? Просто это как вспомогательный какой-то этот момент. То есть, у нас есть материя, какие-то материальные достатки, то, что немаловажно. То есть, для того, чтобы вас послушать, чтобы вы находились здесь, вам нужно доехать, вам нужно что-то одеть, вам нужно позавтракать, а потом у нас с вами будет «эксчэндж», да? Чак-чак-чак-пак-пак. В этом случае, «the most valuable things in life are not measured in monetary terms. The really important things are not houses and lands, stocks and bonds, automobiles and real estate, but friendships, вещи, которые мы ценим также. Friendships, trust, confidence, empathy, mercy, love and faith. Те, которые не понимают, английский камкам о музык, го, го. Амо. Помимо материальных, помимо, помимо материальных вещей, то, что ценно для нас, также есть нематериальные вещи, которые мы ценим и хотим, чтобы это было в нашей жизни, потому что это придает смысл. То, что наши отношения только строятся на заработных платах, я начальник, вы не начальник, да? Мы додумт, доди, именно в плане магир, магир. И все, никакого уважения может быть, доверия, да? Уверенности. Ишк, мухаббад. Хамичиз, будет нами дождь. Вы просто подумайте, как бы мы жили. Соответственно, сегодняшние экономические теории в сфере развития не учитывают этих вещей. Т.е. мы приходим в какой-то социум, скажем, выбираем какую-то африканскую страну и говорим, ребят, чтобы увеличить доходность вот этой группы людей, нужно это сделать, это сделать, это сделать. И именно эти факторы могут способствовать тому, что лишатся этих вещей. То, что, по сути, укрепляет это общество. Есть такие примеры, их полно. Это старая школа экономики считается. Автор нам говорит, ребят, экономические свободы это очень важно. Т.е. при достижении свободных рыночных отношений мы можем добиться каких-то поставленных экономических целей. Т.е. мы хотим, чтобы Алиф Сармуэль, все остальные компании на рынке чувствовали себя комфортно и свободно. Это не означает, что нам не нужны регуляторы, нам не нужна политическая система. Это все нужно, потому что свободная-свободная экономическая среда требует арбитров, требует третьи лица, которые регулируют в какой-то степени отношения, да, наши взаимоотношения. Т.е. это нормально. Автор нам говорит, ребят, те свободы имеют экономические отношения, т.е. ваша возможность свободно проводить транзакции, делать покупки, продажи, сервис, услуги. Это хорошо. По сути, дайте возможность людям открывать компании, организации, коммерческого характера. И дайте им возможность кориагяшно будкана. Понимаете? Кориагяшно будкана. Таким образом вы продвинете вперед. Это слова автора, это не мои слова. Я могу согласиться, могу не согласиться. Уже гемосовая. Традиции культуры и демократии. Мы можем пропустить дальше, между видом. Есть аргумент некоторых азиатских стран. Необязательно Центральная Азия. Мы уникальны в этом смысле. В некоторых азиатских странах то, что, да, демократия, какие-то свободы, это хорошо. Но при этом мы не хотим лишаться каких-то базовых традиций. Да, вот это, эй, тюром, баяк, дебя, колонна, эй, тюром, кусар, та хамк, сау, напорс. Это хорошо, и чизбей, тари нас. Но демократия требует от людей, чтобы они задавались вопросами. Вопросами различного рода. Мы стоим, фарс-кадемки, дар хаминь, корхунаш, як ширкати, муаян. А, далеке, джон, рух-барь, корхуна, да, меблим. Мебардуни, ягомасалай, насколько правильно принято ваше решение, Аблу-бадилович. Мы, люди, коргарони, корхуна, зидасте, во, им, корольки, шуму, бару-бару-бады. Им, а не на бурат, во, и яг, во, вас. Калатак, нет. Другое, это прислушаться и попросить у каждого из вас какой-то определенный фидбэк, какую-то дискуссию, потому что, да, может быть, один человек поднял этот вопрос. Далер пришел, сказал то, что я не согласен, то, что вы меня заставляете прийти рано утром и поставить камеру, когда я хочу спать. Я говорю, далеке, джон, давайте обсудим это именно во время всеобщего какого-то референдума, поднимем ребят и скажем, можно ли это делать. Насколько я ущемляю ваши права, то, что заставляю вас приходить рано утром и слушать меня. И мы с своими вот этими непонятными книгами. Читал, корот, читал, дурабали, сармуя. Freedom is Development. Традиции, культура и демократия. То есть сопоставимы ли они? Ребят, я задаю вопрос вам. Насколько они сопоставимы? Мы говорим демократия. Как мы понимаем демократию? Мы говорим, почему нам не думаем, чья демократия? Ребят, То есть, если мы не хотим говорить о демократии, мы, соответственно, значит, хорошо знаем, что такое демократия. Что такое демократия, демократия, алиска? Власть народа. Власть народа, хорошо. Давайте теоретически какие-то базовые слова. Где люди знают свои права. То есть они должны знать. Борются за них права свои. Окей, будет часть. Ну, братан, демократия. Юрист, хунда ги, чьи гады. Права и свобода граждан, которые прописаны в Конституции и полностью защищены президентом и всеми другими людьми, которые работают в правительстве, госслужащие и так далее и тому подобное. Эти ценности, они очень важны. Соответственно, есть такое понятие больше или меньше демократии. Мы знаем, где-то ее больше, где-то ее меньше. Само понятие, оно неординарное на самом деле. Каждый по-разному понимает. В России по-разному понимает, в африканских странах, в Азии, в Америке по-друга демократии. Они друг друга хаят, 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 хаят. Потом приходят к какому-то выводу. В нашем случае, то есть мы не можем себе позволить оскорблять или унижать оппонента для своих каких-то политических целей. То есть... Это наша культура, это наши традиции. Если я не согласен, я подниму этот вопрос, а ка назарали узор морозинеста. Шо ядма вакулату, штабушу мачбуркну, а ка назарали я. Я говорю, что я имею в силу, которые говорят, что нет, не Мишел. Амун. Амун, а разешойму, наши ценности? Да, не позволяет мне поднять голос или говорить приказным или каким-то другим тоном. Соответственно, это очень важно. И здесь ему должно выстоять какой-то баланс. То есть автор нам говорит то, что это не проблема, демократия, тенджер, свобода и так далее. Право. Power to the people. Почему это важно? То есть, по сути, когда мы принимаем какие-то политические решения, скажем, Ангола, немаленькое государство в Африке. То есть, принимаются определенные решения. Эти решения влияют, политические решения, эти решения влияют на жизни всех, практически всех. Кого-то влияет хорошо на кого-то, на кого-то плохо. Но значимость именно этого механизма в том, что нам дают возможность или платформу, допустим, гражданам Анголы, чтобы обсуждать этот политический курс или эти правила, эти законы и так далее. То, что, по сути, происходит в нашей стране. Есть парламент, мы предлагаем закон, его обсуждают. Парламент как группа людей, которые представляют каждого из нас. Обсуждает эти законы и принимается решение, правильно или неправильно. Это демократический механизм. Очень просто. Представьте такую картину, не дай бог, чтобы такое было, чтобы один человек встал и сказал, и все. И никто не поднимает этот вопрос, и никто не обсуждает. В этом случае Абдуло. Представьте Абдуло. Он сказал, какое-то непонятное правило, которое выходит за рамки всех наших ценностей, о которых мы говорим в Алиф Сармуя. Гуфки Амхель Меша. Каждый из вас будет приходить в кабинет мой, будете его так делать. И выходить. Каждый из вас, каждый утро, каждый вечер. И у нас нет возможности отхудить. Абдуло. Ну, может быть, не стоит такого делать. Магаром хамарок. Поэтому именно по словам автора, он считает это его мнение, то, что демократические механизмы позволяют нам выбрать самые оптимальные законы, правила для улучшения именно социального и экономического положения страны в целом. Магаром хамарок. Магаром хамарок. Магаром хамарок. Магаром хамарок. Магаром хамарок. Не обязательно другу орать. Не, нам этого не нужно. Как Дональд Трамп с Хиллари, да, Джан Джокис? Не, нам обычно. Роль женщин по словам автора, она очень важна во имя блага, любви и свободы. Конечно, я солидарен. Без женщин мы никуда. Учитывая тот факт, что очень много мальчиков сидят здесь и очень мало девочек, меня это очень расстраивает. Но, невзирая на это, в нашей организации такой проблемы нет, нет? Мы ценим девочек. По словам автора, женщины как агенты. Что имеет в виду автор? Женщины как агенты. Агенты, экономические агенты. Люди, которые могут выбирать сами, какую профессию выбирать, каким образом зарабатывать и при этом не отчитываться постоянно какому-то лицу определенному. Чаще всего это мужчина в дома. Это может быть отец, это может быть брат, это может быть супруг. Он конкретно эти примеры не приводил. Учительный звук. Особенно учитывая то, что традиции, культура, демократия. Но роль или положение женщин в обществе должно улучшиться. Опять же, для того, чтобы мы могли продвинуться экономически. Почему? Образованная, умелая, старательная, независимая женщина. Это, по большому счету, воспитание нового поколения, которые такие же, как и женщина или мать, которая воспитывает этих людей. Правильно? Нет? Я помню, какой-то, по-моему, Ангулский, один из африканских журналистов заявил, что то общество, где женщина ущемляется в правах, там рождаются только рабы. Это относительно бедное африканское государство. Может быть, так и есть. То есть, по словам автора, мы должны учитывать неровности, гендерные неровности, и таким образом мы сможем вывести из тени очень много старательных, умелых женщин, которые будут с нами двигать экономику вперед, достигать различного рода целей. Фарзан дурин, дахта дурин, а юркан дар крыль? Платформа, да? Шакуризиот. Let's do it. У Гульноза ничего не было? Добавить. Нормально я сказал, да, Гульноз? Бахшусь. Culture and Human Rights. Culture and Human Rights. Культура. В нашем случае азиатская культура и права человека. Сопоставимы или наоборот они? There is a clash, conflict. Как вы думаете? Особо у нас проблем таких нет в Азии, в Центральной Азии, по крайней мере. Ладно, давайте какой-то другой пример, да? Так что у нас ходовушка Кенч. Какая-то далекая азиатская страна. За бугром где-то. Обычно автор нам говорит то, что проблем нет, ребят. Права человека. Дайте людям права. Защищайте эти права. И они приведут вам, приведут вас к той цели, которая нужна. Но некоторые авторитарные азиатские государства, в том числе и африканские, говорят то, что права человека это хорошо, но ребят, дайте нам немножко времени. Потому что много несогласных. Кстати, ваша система с демократией. Нам нужно время, немножко времени, чтобы мы просто окрепили экономически, дали, то есть нашли то, чем можно будет кормить или одевать людей, а потом мы можем вернуться к разговору к правам различного рода. Права это не означает то, что, ну что, какие могут быть права? Свобода слова. Права на жизнь, там, да, выбора и так далее и тому подобное, да? И так далее и тому подобное. Или нет? То есть? Нет. Нет. Нет? Нет? Что еще? Там еще есть такая речь, как в демократии есть смена власти. А в авторитарных странах очень сложно принять такое решение, чтобы отдать эту власть. Это не только дать нам времени, чтобы мы стали нормальными. Хорошо, это аргумент. Это просто позиция, это точка, это не просто, это точка зрения. Это точка зрения. Дайте нам время, чтобы мы передали власть новому поколению. Просто дайте нам время, чтобы мы подготовили инфраструктуру. Это аргумент авторитарных режимов. То есть к нам это не относится никак. Это аргумент авторитарных режимов. А потом новое поколение уже что-то готовое заберет. Автор несогласия. Пусть он остается при своем несогласии. Это его право. Это его точка зрения. Азиатские ценности и права человека сопоставимы или нет? Может быть да, может быть нет. Западная уникальность. Сегодня громче всех кричат о правах человека или о демократии. Кто? Западный мир. Запад, по словам автора, трезвонит, кричит о том, что это наши ценности, которые мы смогли сохранить и дальше продвигать за последние несколько столетий. И вы в Азии или в Африке вы настолько отстали. Давайте, как мы, раги мошами. Автор говорит, ребят, hold on a sec, секундочку. На самом деле, такие понятия каких-то личной свободы, какая-то толерантность к непохожим и так далее, это у нас было исторически. При определенных правителях. Это Османская империя, то, сё и так далее и тому подобное. В функционстве есть какие-то свои поддержки для определенных свобод в азиатских странах. То есть, то, что вы говорите, это не уникально вам. Сегодня, может быть, это более актуально сегодня в 21 веке у вас, но это не означает, что у нас этого никогда не было. Понимаете? То есть, мы не лишены тех свобод, о которых говорите вы. Мы, я имею в виду, азиаты. Пример приводит больше про Азию. В том числе и Сингапур. Это Китай и так далее и тому подобное. Ребят, довольно-таки развитые страны. Alright, let's do it, baby. Глобализация, экономика, культура и... Что приносит глобализация? Как мы понимаем само понятие глобализации? Это термин, который придумали в национальном университете. Не? Что еще? Что мы понимаем по джаунишави? Зависимость. Или? Взаимозависимость. В нашем случае зависимость. Глобальность и минусы. Это глобальность, это не только плюсы, но и минусы. Это проблемы. Это глобальный терроризм. Сейчас у нас многое, что глобальное. Глобальная сеть, интернет и так далее и тому подобное. Плюсы и минусы. Но так получилось то, что экономически есть страны, которые теряют от глобализации. В культурном плане мы лишаемся своих традиций. Наша молодежь, она больше и больше, ну в целом, да? То есть развивающийся мир хочет подражать какому-то другому миру. Они забывают язык, какие-то определенные традиции, они начинают толкать и продвигать какие-то свои ценности. Как может быть кажется то, что делаю я сейчас. Прочитал книгу и давай навязывать на вас какие-то западные непонятные вещи. Глобализация. То есть мы стали слышать о правах человека все чаще и чаще с тем, что мы стали общаться больше с западным миром, с другими мирами. Какие-то саммиты постоянно поднимается этот вопрос, да? Глобализация информации, глобализация экономических взаимоотношений. Если что-то не так, сразу санкции против России. Если мы не согласны, глобализация нам позволяет выключить счетчик Украине там какой-то и так далее и тому подобное. Глобализация по сути, глобализация, по сути, ХАМ ХУВИДРО, ГАН ДАГИДРО. Автор говорит ТЕНДЖЕЙ. САТФУЙЗЭ. Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Это очень важный момент, чем я хотел поделиться и больше всего о чем я поговорил. Коррупция. Ребят, коррупция, по сути, не позволяет экономике или тому или иному обществу продвигаться вперед, потому что все те правила, которые мы придумываем, они не работают. Понимаете? Те правила, которые мы придумываем, они просто не работают, потому что мы говорим, есть правила, но я буду работать вне правил. Я буду зарабатывать вне правил, я буду в теневой экономике ввести какую-то экономическую деятельность. ХАЛОС. Соответственно, о чем бы мы ни говорили, о каких-то свободах ТЕНДЖЕЙ АМОНИ, это не будет работать, пока существует коррупция. Несколько интересных примеров. На самом деле, много методов придуманы для того, чтобы бороться с коррупцией. Это организовать какую-то структуру антикоррупционную. Это сказать, что АГАР ПИМАСАТ ВРЕЙКАНО. Я тебе отрежу руки, я тебя посажу и так далее. Это один метод. Тарсон, да. Какие-то штрафы и так далее и тому подобное. Но на самом деле, многие люди, которые в итальянском парламенте в 1993 году, была разборка именно в плане того, что некоторые парламентарии работали очень тесно с мафией. И когда было расследование, очень серьезное масштабное расследование, результаты этого расследования показали то, что люди коррумпированные, то есть это политики, это парламентарии, только потому что они считают, они верят в то, что так делают все. И так далее. МАГУАРИДУРАО, КИХАМА КОРУМПИВА, соответственно, МАГУА КОРУМПИВА, КОРУМПИВА, КИХАМА КОРУМПИВА. Соответственно, это прекрасная почва для приумножения подобной практики. Амин ФАМОСКИОНИЙ ПАХШИШКИ. В конце я хочу сказать, что сегодня первый день после того, как Роберт Мугабед подписал свой уход из государства, то есть это президент Зимбабве, который был, он подписал вчера, 21 ноября. Сегодня мы проснулись, по сути, в тот день, когда в Зимбабве поменялась власть, и она поменялась мирным путем. Это парламентарий, который радуется после подписания этого документа, 37 лет в одном месте в Американском государстве. По сути, то, о чем мы говорили, книга, о которой я сегодня презентовал, описывала подобное общество, как Зимбабве, как Анголы и так далее. И в завершение я бы хотел сказать, ребята, это наш выбор, насколько мы ценим те свободы, которые есть у нас. То есть, каким образом мы можем себе, то есть, что именно мы хотим для себя, и те свободы, которые дают нам окружающие. То есть, это государство, это наши родные, близкие и так далее и тому подобное. Поэтому я не могу сказать, что я полностью согласен с автором этой книги, но при этом он дает нам очень много пищи для размышления. Выбросите догматику свою, догму, какие-то идеологические предпочтения, откройте свои взоры и давайте стремиться к лучшему миру. И в нашем случае мы начинаем с самих себя в делах этой организации. Так что мы еще благотворим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова